Крепче за баранку держись, шофер. ГИБДД Хабецкого района подвела итоги работы и привела статистику аварийности за прошедший год. Коротко о них корреспонденту Вестей рассказал инспектор по пропаганде МВД Хабецкий Альберт Шоров. Фатима Даурова подробнее. Вопросы обеспечения дорожной безопасности в районе сохраняют высокую социальную значимость и по-прежнему находятся в центре внимания органов правопорядка. Сотрудники госавтоинспекции проводят комплексную работу по созданию безопасных условий для всех категорий участников дорожного движения. Особое внимание уделяется защищенности от ДТП и их последствий наиболее уязвимых категории участников дорожного движения – детей и пешеходов. На территории Хабецкого района регулярно проводится профилактическое мероприятие как с водителями, так и с пешеходами. Особое внимание мы уделяем несовершеннолетним и малолетним. Так, сотрудниками ОГИБДД Хабецкий провелось свыше 63 мероприятий с несовершеннолетними в дошкольных образовательных учреждениях, так и в школьных учреждениях Хабецкого и Абазинского района. Но тем не менее, за последние два года сотрудниками ГИБДД района было зарегистрировано 13 ДТП с участием несовершеннолетних. В 2021 году на две аварии больше, чем в предыдущем. Регулярно проводятся профилактические мероприятия с водителями непосредственно и на самой дороге. Такие мероприятия связаны с необходимостью пристегивания водителей и пассажиров временами безопасности, пристегивания детей специальными детскими креслами, удерживающими устройствами. Однако за 2020 год в результате ДТП пострадали 23 человека, а в 2021 – 15. Это говорит о том, что мы наблюдаем закономерное уменьшение числа ДТП с пострадавшими лицами, в результате которых лица получили легкие, средние или тяжкие вреды дороги. Немалая доля дорожных правонарушений приходится и на любителей ездить в нетрезвом состоянии. Самым опасным нарушением ПДД по тяжести последствий остается выезд на встречную полосу. Поэтому сотрудники госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения с призывом соблюдать все правила и тем самым уберечь себя и других от фатальных последствий. В первую очередь это надо беречь себя. Вы каждый раз, когда выходите на дорогу, либо в качестве водителя, либо в качестве пешехода, нарушая правила дорожной безопасности, в первую очередь подвигаете себя вреду какому-то, либо подвигаете себя опасности. Поэтому в первую очередь надо переживать за себя, за своих родных и близких. Поэтому ни в коем случае не нарушайте правила дорожной безопасности, ведь вы сами знаете, как много пострадавших у нас на дорогах. Каждый раз, подводя итоги уходящего года, сотрудники ГИБДД надеются, что в следующем году статистика по ДТП в цифрах будет намного меньше. А это значит, что на практике очередной водитель или пешеход благополучно добрался до дома. Фатима Даурова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаево, Черкесия, Хабецкий район.